сегодня у нас выпуск про жизнь мы едем в парк патриот нас мелкие очень любит разную технику любит танки вот я думал искал по востоку куда же съездить такую стоянку или на какой-то момент или какой-то музей все очень простое маленькое и ничего супер крутого особого нет вот пробил сети за военный парк патриот сегодня поедем туда посмотри сколько там стоит вход какие-то вообще картины можно увидеть сколько потратишь день не знаю стоит ли туда ехать ну и вообще все вместе так сейчас я нахожусь в железнодорожном парк патриот военопатриотский парк 97 километров два часа езды стою возле подъезда жду жену ребенка и все стартуем через два часа там ну и собственно опять же все там покажу все расскажу и сделать вывод стоит ли вообще туда ехать с детьми или с подростками или нафиг эту затею и не стоит она того так лучше мы доехали единственное здесь прям беда и детская с парковкой просто нету мест не знаю стали машину получится остается надежда чтобы не эвакуировать такого четкого распределения типа что где-то кассы то есть мы так на интуиции может сказать ехали вся посмотрим как бы огромный комплекс место очень много даже не знаю в чем измерять посмотрим в итоге оттуда мы доехали или нет так то что играл туда не туда возможно туда вот там вдалеке видны уже самолеты какая-то техника так добрый ли мы здесь типа вывеска музейного комплекса и по единой планировке нарисована вся вот эта техника то мы хотели посмотреть то есть получается да билеты я взял получается на взрослого комплексные по всей территории 550 рублей с разными выставками на ребенка бесплатно 1100 рублей вход за троих что-то погулял уже все сразу не часть покажи что там у тебя ушка покажи ушка это уже такой стенд как из волков танец лев потрогай танк ты этот ой какой большой да кстати когда я в армейке служил у нас были тренажеры на которых отрабатывались их вождения вот ровно такие же сейчас покажу так танчик в разрезе его можно пощупать да все посмотреть как это примерно выглядит где движок где патрончики отработочка идет плавание на корабле так там для малышей указывается штука такая здоровая по сравнению с водителем так мы все еще в первой этой некой аллее выставочной дней если посчитать где-то на 10 разных залов примерно вот таких длиной и туда дальше уходишь и зал за залом каждому очень много танков разных короче уже здесь принципе много всего уже не говоря о том что мы еще на улице выйдем таких уже даже малышей снимать не охота а вот таких вот таких вот дикарей су-100 так вот эти дуры вообще огромные су-100 и рядом су-14-2 очень здоровый танк прям очень большой просто пиздец какой большой о отрытый типа ржавый такой на самом деле такой несостаренный я прям видно что миллион лет в обед и так серебряной зал снова очень много танков разных так всем любителям world of tanks тут можно в реальных габаритах санте эти машины м3 ли вот так кстати очень тоже большая . по ожиданиям показалось что он меньше сам по себе блин ну все конечно танки не сниметесь очень много их просто будет сумбург если я буду еще подряд снимать а вот ну прикольно мне понравилось так эта часть наверно поднятая откуда-то из речки на вас какой-то тоже сбитый драны рваный ржавый злостный тигр броня такая тоже если так потрогать мощнецкая с ребром с этим и и сушечка короче вот тут очень много всего шахи м24 чахи да я знаю оказывается с того что я играл ворту в танцы очень много танка знаю вот это да то есть оказывается какая-то польза была эта игра такая гуська или такая пушка жесткая но здесь прям очень много танков я столько никогда в жизни нет так кстати если кто-то знает о плавающих танках какие есть модели плавающих танков и за счет чего они плавают но уже современные модели если вообще такие вот пишите в комментах кто знает если что я потом скажу так же так получается закончили только с этим первым залом который внутри крытой и теперь огромная территория уличная да где очень много техники разные ты чудом так как пример про плавающий танк пожалуйста база бмд бмд 2 бтрд у них у всех есть такие некие воздухозаборники вот здесь если правильно называя движок переключается в другой режим и можно плавать я когда в армии сидел у нас даже было одно из упражнений нужно было через речку ну там через некое озеро проплыть причем первое ощущение было стрёмное что сейчас заедешь просто там тонешь да но ничего нормально достаточно неплохо вся эта история работает другие фрикционы необычного управления короче говоря такие танки можно сказать что они алюминиевые да вот они плавают короче говоря бмд бмд 2 бтрд так вот отсюда будет чуть побольше вид открываться здесь подводная лодка и дальше техника вертолеты самолеты ну то есть еще очень много всего туда куда-то в дальнем жить подводная лодка что ты залез на танк о какая техника интересная ну что это без физистов что-то ну выглядит матера вообще прям матера радиолокационная станция инженерная всякая техника большая такая бояная вкатывает там что она интересная необычная такая но у меня даже инженерная техника больше такая бояная вкатывает там что она интересная необычная такая мощная так частично технику обошли дошли до самолетов и вертолетов сколько же весит лопасти вот этого вертолета нифига себе они какие огромные конечно дикая машина вообще а сложно представить если эти тачки боевые стояли все у них было бы заряда Так, сейчас самолетов вообще не шарит, но я думаю, если тут был бы Ренатик, он бы оценил эту площадку с такими тут учебными, боевыми, учебно-боевыми самолетами. Такой чехпух стоит, сколько лет осилил бы, интересно, подъем. Пойдем, пойдем в вертолет, пойдем в вертолет, пойдем в вертолет. Давай, 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 садись, что там внутри. Смотри, смотри, что там внутри. Короче говоря, мы здесь уже... Сколько? Часа три? Четыре сколько? Часа три. Мы вот так, можно сказать, быстро обошли разные площадки внутренние, здесь везде погуляли. Техники очень много, а еще нам ехать в некий партизанцев городок, здесь на территории. Ну, короче, если ехать с ребенком, мне кажется, нормально. Время пролетает по-сумасшедшему, еще мы даже не все старались посмотреть. Ребенок, он уже рвется. Мы даже травму успели получить. Минус уха у ребенка. Все, сидим. Да, тут, наверное, можно остаться на весь день, но мы уже здесь постарались обойтись по-быстрому. Нужно съездить еще отдельно на машине, тут огромная территория на партизанский городок, и съездить, посмотреть на эту церковь военно-воздушных сил. Тоже вроде симпатичная. Но это тоже будет еще плюс два-три часа ближайших. Это межконтинентальная баллистическая ракета. Так, все, мы стартуем партизанскую деревню. Еще раз замечу плюсом, ехать или не ехать. Я думаю, что ехать. Тут просто куча всего, что можно посмотреть. И еще ко всему, опять же, детям до семи лет бесплатно. То есть за вход платят только взрослые, получается. Так, все, я уже вдали вижу, что машину не эвакуировали. Это уже отлично, уже спокойно. Можно двигаться дальше на следующую площадку. Это правда встало, как бы перекрыв, можно сказать, между собой парковку и немного потока. Но что поделаешь, организаторы не создают нормальные возможности для парковки здесь. Пока это вот основной минус. Но вообще, на самом деле, для детей здесь опасно. Очень много всяких есть острых штук, которых можно поранить. У танков, у каких-то крепежей, каркасов и так далее. Уже парковка освободилась. Просто место вокруг до хрена. И одна только тачка стоит здесь. Такая бедолага. Все такие думают, бля, опять эти таксисты вонючие. И парковаться не умеют. Эй, ты боец. Ты где поранился-то, а, боец? Сиди, 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 сиди. Вот они, блин. Опасные, блин. Танки, да, здесь? Спокойно не походишь, да? Где-нибудь, по-любому что-нибудь поймаешь, да? Да. Так, по-первых, без карты здесь сложно, конечно, сориентироваться, куда ехать. Но в итоге практически в самый край мы уперлись. Вот здесь был комплекс, вот там вдали, по которому мы гуляли. И по плану, по карте, по которой мне показали, нам нужно выехать, уйти куда-то вот туда, куда сейчас машина уезжает от этого комплекса, по одностороннему движению, и потом уйти правее в сторону этой некой партизанской деревни. После нее остается еще церковь воодушных сил или военных сил. И, в принципе, можно ехать домой. Но, на самом деле, здесь немало что есть посмотреть. Вот, оказывается, карта-то есть. Мы вот заезжали с этой стороны. Здесь, получается, у нас вот эта церковь военных сил. И двигались, двигались, двигались. Уперлись почти в самый конец. Приехали вот в этот комплекс, где мы вот здесь рядом гуляли. Да, и от него сейчас по одностороннему движению, вот там вот, потоком уйдем и вернемся чуть обратно, повернем направо и уедем в партизанскую деревню. С нее уже вернемся в эту церковь военных сил. В принципе, вот вся карта местных владений. Ну, как бы, в масштабе она огромная, конечно. Так, основной комплекс, в котором мы гуляли, он вот там вот, правее. А сейчас на партизанскую деревню уйдем левее. Там, если приглянуться, вдали, как будто бы карта CS GO. Тут у них есть всякие их комплексы для отработки разных, там, боевых историй. И там, типа, такое здание подстрельное-расстрельное, с флагом, с картой, с оборонными всякими местами. Наверное, для проведения каких-то там тактических игр. И еще момент, который мы пропустили, когда заезжали. Здесь некая платформа. Я подумал, что она реальная. Ну, фактически просто бронепоездом. Мы его пропустили. Ну, вот сейчас проезжая мимо в эту партизанскую деревню, мы видим его. Так, где-то вот там вот, в лесу, это партизанская деревня. Сейчас посмотрим. Давай, лев, крути там. Лев, крути давай. Тяжелая такая. Крути давай, давай вместе. Опа. Крутится лев, смотри, разворачивается. Разворачивается пушка. Нет. 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 Ага, ладно, не крутится. Мы будем искать по дороге домой, я думаю, уже. Так, партизанская деревня для партизанского. Партизанская поповала деревня. Так что сейчас партизанская деревня здесь не по погоде. Грязно. Лужи. Заехали поесть. Столовая не работает. Говорят, там есть отдельная столовая на входе. Только с горячкой идите туда. Короче, мы уже закрылись. Вот это уже предпоследний пункт. Но он больше для нас, чтобы перекусить просто. Так, конечно, прикольно. В целом в лесу. Такой партизанский городок. Запах дыма. Вроде бы неплохо. Что ты? Вон. Партизанская деревня. Вот партизанская деревня как гуляется. Сейчас партизан тебе всю машину разогресил. Да, эта вся грязь оставит сегодня в тачке дальше. Ну, ладно. Сейчас возле кофтрика посидим. Я схожу чему-нибудь. Возьму поесть. Здесь перекусим по-партизански. И двинемся дальше. Не думаю, что здесь что-то есть прям дико интересное. Вот в данных зданиях. Просто как туристическая история она сейчас по погоде не удалась. Борщ не берите. Да, борщ можно не брать, на самом деле. Лев, ну как тебе? Дормально. 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 Такс. Два борща, две гречки, два чая, четыре хлеба, горечка с тушенкой. 650 рублей. Такс. Ну, ради приличия нужно хоть куда-то зайти тогда. Жилая землянка. Стой! Говорят! Продовольственный склад. Стой! Говорят! Эти, да, а где ж. Городка партизанского. Как по мне, ну, здесь делать особо нечего. Еда. Ну, была надежда, что победа хотя бы. Еда была не очень. Кате вообще не доела. Дорогая ещё ко всему. Что-то там не доложили. погода здесь так себе все грязные ну вот если ехать конечно смотреть на технику достаточно только ее сюда можно не ездить и следующий пункт теперь следующая остановка у нас это церковь военных сил все партизанское время точно лишнее оказалось ну ладно побывали теперь будем знать что это за шняга здесь так вот такой аппарат я увидел захотел подбежать посмотреть ты шоке ну как тебе лет интересный ты шоке аппарат аппарат ничего не скажешь бомбовский бомбовский танк покажи какой большой танк это да это он покажи какой большой большой и это сколько колес и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно Есть один мост Центровой, через который все должны попасть На территорию На нем ведутся ремонтная работа Ну и вообще там много чего на самом деле разбито Побито, недоделано, переделывают И вот сейчас всей толпой двигаем Пытаемся зайти на территорию Так, а мы все идем Уже минут 15 идем Уже с другой стороны обошли Вот эту вот стену Мне кажется, что построили Для зомби-апокалипсиса Чтобы там укрыться от нечисти Ебты, ну просто входов нет никаких Кроме того моста, который Таджи ремонтят Да, суперогромная территория Вообще Суперогромное здание Все, наконец-то мы обошли Весь этот забор Эту стену И вот что здесь внутри Первое ощущение Он очень большой Просто очень Дестронные конструкции Типа подобие вот тех вот Да, когда реально походу Зоби-апокалипсис Начнется Как купол включится Или будет электромагнитными Волнами раздавать Так, если серьезно То здесь вот есть разные Мемориалы памяти Сейчас дойдем Доту-2 По-7 Допустим, Жукову И, скорее всего, разным героям Допустим, Жукову Забы-ка Забы-ка Субтитры делал DimaTorzok 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 Так что все, пора домой Так, итоги сегодняшней поездки В целом билет стоит 1100 рублей На двоих это два взрослых по 550 рублей Ребенок до 7 лет бесплатно Я считаю, что это вполне приемлемо Здесь можно вообще упороться на весь день Я считаю, что мы еще так быстро То есть спешили мы там не изучали технику Не изучали всякие там стеллажи там С космической тематикой И можно упороться еще больше То есть приехать вообще в самые 10 утра И уехать под самый вечер Мы приехали, по-моему, где-то Сколько? В час И вот сейчас время 6 Мы будем отсюда уезжать 5 часов Мы здесь уходились по полной В принципе, основное, что нужно повидать Это вот эту вот парковку Так сказать, со всей техникой И там боксы с какой-то техникой Такой подготовленной Побывать в храме военных сил Тоже интересное местечко Партизанскую деревню, которую мы комплектом взяли Там делать нечего было Там было грязно Да и в целом особо нового я там ничего не увидел Я, в принципе, служил в армии В полях полгода находился Ровно так же Проблемы с едой, короче, здесь колоссальные Поэтому нужно, наверное, есть до и после А здесь во время лучше, наверное, не кушать Потому что особых предложений хороших нет Здесь у всех еда закончилась Боец-то что у нас там? И левый у нас получил травму Небольшую Задел он там Уху себе чуть порезал И в целом, короче говоря, здесь Нужно следить за детьми Потому что много опасных острых зон У танков там Ну и вообще между стеллажами Поэтому, конечно, нужно быть аккуратнее В целом, в общем, советую сюда сгонять Нам понравилось Время пролетело Куча всего здесь есть, что посмотреть Но в целом уже решать всем самим В ролике видно часть того, что мы сегодня увидели Все, всем удачи, всем пока Ну вот еще, кстати Мы сейчас уже будем выезжать Парковка у нас здесь была с самого начала Парковка весь день за легковушку 200 рублей Поэтому не надо ничего мудрить Там ехать на какой-то другой технике Можешь приехать на своей и оставить здесь на весь день Ну и при этом нужно будет передвигаться еще между Выставочными стеллажами Между вот этим основным Где все танки Между церковью, храмом И между деревней партизанов То есть нужно будет передвигаться на машине Потому что там расстояние большое Ну и да, здесь еще курсируют автобусы Непонятно, что это местные Или какие-то отдельные заказные Но каким-то образом здесь передвигаться можно Лучше, конечно, на своей Субтитры делал DimaTorzok